МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная служба новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. И коротко о главных событиях дня. Ночь, пожар, спасатели. Подробности учения МЧС в сегодняшнем выпуске. Необычные работы в оригинальном жанре. В Кубаче открылась выставка художников, работающих в печатной графике. Сто боксеров из 14 регионов страны. В избирбаши стартовал всероссийский турнир по боксу. Суммарная задолженность по заработной плате с января по июнь 2018 года в Дагестане превысила 100 миллионов рублей. Данные территориального органа государственной статистики приводит сайт Риадагестан. Задолженность накопили несколько организаций республики. При этом только за май общая сумма долгов выросла более чем на 32%. То есть больше 24 миллионов рублей. Основные причины – отсутствие у организации своих средств и несвоевременное поступление денег из регионального бюджета. Руководство аэропорта Махачкалы опровергло слухи о продаже предприятия. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Сулейман Керимов продал весь пакет акций компаний. Среди покупателей называли имя миллиардера Геннадия Тимченко, являющегося владельцем группы «Волгогрупп», а также структуры близки главе Роснефти Игоря Сечину. Как сообщает прислужба аэропорта, предприятие не было продано и планов о его продаже у собственников нет. Добавим, что в 2017 году Махачкалинский аэропорт впервые обслужил более 1 миллиона пассажиров в год, а за первые 6 месяцев текущего года авиапредприятие обслужило более полумиллиона пассажиров. Сотрудница Милакского театра похищена свыше 5 миллионов рублей. Прокуратура Махачкалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщина обвиняется в мошенничестве. Работницы бухгалтерии театра в течение двух лет вносили заведомо ложные сведения о суммах, начисленной им заработной платой в электронные реестры на оплату трудосотрудников. Общая сумма похищенных средств превысила 5 миллионов 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы. Ночь, пожар и раненые люди. Это вовсе не сценарий фильма. Это программа очередных учений дагестанского с поисково-спасательного отряда МЧС. Команды боролись за звание лучшего звена службы. О том, какие испытания прошли участники конкурса в нашем следующем сюжете. Темнота, дым и высота – все максимально приближено к реальности. Задача – как можно быстрее эвакуировать людей. Именно скорость – главный показатель профессионализма спасателей. Для этого необходима постоянная практика – учение МЧС. Видно будет, в каком подразделении, в каких подразделениях, как проводится работа по совершенствиям газо-замозащитной службы. Как лечество знает аппараты, работы в аппаратах. Ну и здесь отрабатываем некоторые элементы по пожарной стройке. Соревнования проходили по нескольким видам. Рабочая проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, прохождение препятствий, вход в дымокамеру, спецснаряжение и правильное его использование. Задача – сделать все оперативно и без единой ошибки. Каждое задание – обученный выезд дежурной смены на экстренный вызов. Поэтому за любое нарушение строгое жюри снимало баллы. По итогам команда победителей и призеры были награждены почетными грамотами, медалями и кубком. Патимат Ханапова, Карим Даниев, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а выпуск продолжает дайджест от Умы Ибрагимовой. Махачкалинские коровы прогуливались по городу. Скот был замечен накануне в парке Ленинского комсомола. Несколько коров спокойно разгуливали по газону, переступали через деревья и подходили к горожанам. Чьи они и как дошли до парка – неясно, но это уже не первый случай, когда коровы оказываются в центре города. Несколько дней назад скотина была замечена и в парке рядом с администрацией города. В то время как сама мэрия, пока на участившиеся случаи коровьих прогулок, никак не отреагировала. Хорватский футболист погасил все долги односельчан. Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич потратил свой гонорар на то, чтобы помочь каждому жителю деревни Имоцки, где он и родился. Сам футболист не афишировал свой поступок. Об этом стало известно от его бывшего партнера по команде. Дагестанцы не согласны с повышением пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные обзора фонда «Петербургская политика». Согласно анализу, 12 субъектов страны не проявили публичную и оперативную солидарность с инициативой правительства. В этом списке оказался и Дагестан. На Сальском кольце в Ростовской области водитель зерновоза отказался платить инспекторам ДПС и высыпал зерно прямо на дорогу. Назло. Оказалось, что здесь практически все фуры идут с перегрузом, чтобы побольше заработать. В этом случае, похоже, договориться с полицейскими не удалось, и мужчина решил прибегнуть к крайним мерам. Первая биеннале печатной графики. Кубачинская башня открылась в селе Кубачи до Хадаевского района. К участию в мероприятии приглашены профессиональные художники графики, работающие в авторских печатных техниках. Подробности выставки у Мадины Манасовой. Кубачи собрало 60 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов страны. Художники из Германии, Франции и Азербайджана участвуют в биеннале заочно. Проект, руководителем которого стал заслуженный художник Дагестана Юсупхан Магомедов, реализуется при поддержке фонда президентских грантов и общественной организации Содружества. Идея зрела в голове уже на протяжении многих лет. Некий пробный проект уже был закончен в той же галерее Вагидат. Мы провели выставку под названием «Два града, две школы». И тогда к участию в этой выставке были привлечены как воспитанники и молодые художники Дагестана, так и коллеги из северной столицы. Но подумалось, а почему бы этот проект не развить и дальше. То есть привлечь к участию в такой масштабной выставке большее количество художников. Биеннале проводится в несколько этапов. Основная экспозиция – пленэр в селении Кубачи, выставка работ даров в музею Башня, цикл выставок пленэрных работ в городах России, который пройдет с сентября 2018 по мае 2019 года. Выставка печатной графики, созданной по результатам пленэра. Это мероприятие, я считаю, направлено на возрождение кубачинского искусства в таком формате. Во-вторых, мы уже одним из направлений своей деятельности района, как приоритет ставим место сельским хозяйством и туризм. Мы этим занимаемся. У нас, значит, в администрации имеется целый отдел, который занимается туризмом. И вот это мероприятие, оно будет увлекаться к нам туристу. Это несомненно. Биеннале пришлось по душе не только местным жителям, но и гостям. Самое впечатление, наверное, слишком много, мы еще их не усвоили и не уложились. Если в одно слово, то это очень неожиданно. Неожиданно само решение, организация этой выставки, экспозиции, вообще шикарно. Просто, мне не то слово. Очень большой, хороший уровень. И то, как реагируют и местные жители, и художники, доброжелательно. И с юмором, почти все с юмором. Это такое количество юмора на один квадратный сантиметр. Это очень как-то так впечатляет. В последующие дни в рамках Биеннале планируются туристические маршруты по соседним селам и историческим местам. Мадина Манасова, Салман Гитихмаев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Кубачи. Перетягивание каната, турнир по мини-футболу и волейболу. Накануне село Ибрагим-Атарт для Ратинского района превратилось в центр спортивных состязаний. Соревнования проводятся ежегодно в честь памяти мастера спорта СССР по легкой атлетике Магомед Гассана Ибрагим Гаджиева. Из года в год количество участников только растет. В этот раз здесь их больше трехсот. Это школьники и взрослые. Поиграть в футбол людям не помешал даже дождь. Турнир будет проводиться ежегодно. Он с каждым годом улучшается, расширяется. Поэтому добро пожаловать на ежегодный, на последующих годах, на этот турнир. Перед началом спортивных состязаний был организован маджлиз. В его рамках выступили ученые-богословы с проповедями о важности приобретения знаний. Ученые говорят, что если вы хотите узнать отношение Всевышнего к себе, посмотрите на то, чем он вас занял. После подведения итогов соревнований победителям вручили кубки, медали, почетные грамоты и памятные подарки от организаторов. Традиционный всероссийский турнир по боксу в памяти почетного мастера спорта Хаджимурата Гамзаева стартовал накануне в Избербаши. В нем принимают участие около 100 боксеров из 14 регионов России. Также на соревнования заявилась команда Азербайджана. В течение пяти дней будут разыграны 15 комплектов наград. Мужчины разыграют медали турнира в 10 весовых категориях. За награды состязаний поспорят и представительницы слабого пола. Совсем недавно Садат Абдулаев одержал одну из главных побед в своей жизни – стала мамой. Ну а на турнире в Избербаши трехкратная чемпионка России сделала свой первый старт после родов. Я начинала свою спортивную карьеру с этого турнира. И вот у меня был промежуток, полтора года я не боксировала, у меня был пережив, у нас девочка родилась. И сейчас, как отправная точка, тоже хочу начать с этого же турнира. Уже как традиция, что ли, вот этот турнир. И каждый год мы сюда приезжаем. В завершении церемонии открытие состоялось награждение и чествование ветеранов дагестанского бокса. Отметим, что имена победителей и призеров турнира станут известны 21 июля. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и желаю теплого, уютного вечера в компании с телеканалом ННТ. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова